Сочи готовится к снежной зиме. Глава города поручил дорожным службам и ГИБДД продумать план работы и запастись солью и песком. На курорте появится исторический маршрут. Несколько десятков достопримечательностей объединят в одну пешеходную сеть. Органы внутренних дел отмечают столетие. Сегодня полицейские продемонстрировали строевую подготовку и возможности спецтехники на параде. Мурат Гассиев встретился с сочинскими боксерами. Чемпион мира провел мастер-класс в преддверии решающего боя. Стратегию национальной политики разработают в Краснодарском крае. С таким предложением выступил губернатор Вениамин Кондратьев на заседании Краевого совета по межнациональным отношениям. На встречу собрались представители диаспор, проживающих на территории региона. Кубань – край многонациональный. И здесь главная задача для всех народов, отметил Вениамин Кондратьев, сохранить мир и стабильность в крае. Что касается стратегии национальной политики, я хотел бы, чтобы этот документ рождался не в кабинетах чиновников, а вот все вместе в диаспорах, в центрах национальных культур. Он прошел обсуждение. И мы должны его сделать на самом деле живым, действенным уставом, жизнеспособным. И кто бы к нам не приехал, какой национальности, все должны понимать, что они должны жить по этому уставу, по этой стратегии. Еще раз подчеркиваю, мы все вместе отвечаем за эту стабильность межнациональную. Сегодня в Краснодарском крае проживают более 120 народов. И то, что Кубань входит в число динамично развивающихся, сильных, стабильных и безопасных регионов страны, отметил Вениамин Кондратьев. Это результат большой работы каждого проживающего в крае. Вениамин Кондратьев заявил о необходимости модернизации Тимрюкского пятого судоремонтного завода. В рамках рабочей поездки в униципалитет губернатор посетил предприятие, где осмотрел цех по производству композитных материалов, плавучий док и набережную завода. Подробнее наши краснодарские коллеги. Эта хрупкая пенсионерка сможет обнаружить поломку двигателя практически на любом корабле. Ирина Гришина – гордость судоремонтного завода в Тимрюке. 40 лет она чинит морские машины. Уже и не сосчитать, сколько деталей прошло через эти руки. Я не считала. Но знаю, что их очень много. Если начать от крупных до мелких, то их, наверное, больше миллионов наберется. За год на заводе «Звездочка» обслуживает около 40 судов, в том числе военные корабли. Мощности предприятия без преувеличения, громадные. В плавучем доке всегда кипит работа, рассказывает губернатору Краснодарского края. Если нет заказов от Министерства обороны, на ремонт берут гражданские суда. Но для дальнейшего существования предприятию требуется модернизация. При поддержке губернатора Кимрюкский завод намерены включить федеральную программу развития оборонно-промышленного комплекса. Все документы для этого готовы. Мы можем не только ремонтировать, мы можем и строить флот. Здесь есть перспективы строительства Яроболовецкого флота, потому что это очень на сегодняшний день востребовано маломерного флота. То есть корабли 3-4 ранга – это до 500 тонн в измечении. Сегодня, я так понимаю, что Министерство промышленности и торговли в лице министра Дениса Владимировича Мантурова поддержало нашу инициативу. Теперь главное, чтобы все-таки она была реализована на практике. И тогда мы получим новый модернизированный завод, который, я уверен, сможет все запросы сегодняшнего военно-морского флота, в том числе и торгового флота, тоже удовлетворять. А для этого, конечно, нужна модернизация. Но промышленный кластер – это лишь один из трех китов экономики Темрюкского района. Туризм здесь, не скромничая, рассчитывают вывести на мировой уровень. На базе исторического музея-заповедника Фонагория хотят создать археологический парк. Объединить в один комплекс раскопки под открытым небом и выставки с экспонатами, которым позавидовали бы ведущие мировые музеи. Например, уникальный клад бронзовых монет времени Митридада VI Евпатора. Фонагорию уже привозят туристов, чтобы показать, как ведутся археологические раскопки. Некоторые после увиденного даже остаются. А живешь сейчас где здесь? Здесь все, ну... Ну и ты планируешь здесь все время? Всю жизнь, да. Приехал сюда студентом, так и остался. Очень интересная работа. У нас в летний период работают фонагорийские экспедиции, студенты из разных городов Российской Федерации. И самое главное, у нас работают здесь кубанские наши студенты, кубанский университет, славянский филиал и профильные вузы, которые есть на территории края. Это увлеченные люди, которые на самом деле готовы в своей жизни многим пожертвовать для того, чтобы выйти вот с этой историей на «ты». Ежегодно летом сюда на экскурсии приезжают больше двух тысяч туристов. И это еще раз доказывает, Кубань не только пляжный отдых и горы, но и погружение в историю. То, что вы делаете, не только представляет ценность для истории или историческую ценность. Я думаю, что здесь это все может быть объектами показа для жителей края и гостей со всей страны, а может быть со всего мира. Вот здесь, конечно, эту возможность мы должны не упустить. Здесь на самом деле такие уникальные находки, городища, поселения, которые больше тысячи лет, двух тысяч лет, задумайтесь. Конечно, это вот есть то, что может поманить туристов, и на самом деле где-то даже заставить их сюда приехать, чтобы посмотреть и укунуться в эту двух с половиной тысячную или трехтысячную историю. Из туризма исторического можно тут же погрузиться в винный. Виноделие – область, в которой Кемрюкский район преуспел как никто лучше. Большую часть производимого на Кубани благородного напитка получают именно здесь. Один из крупнейших в стране винных подвалов впервые принимает посетителей. Открыли его в честь 60-летнего юбилея Фонагории, чья продукция известна не только в России, но и за рубежом. В честь праздника глава региона расписался на одной из бутылок. Несмотря на грандиозные планы и хорошие экономические показатели, одной только сельхозпродукции с начала года получили на 2,5 миллиарда рублей, в районе все еще много проблем так и остаются нерешенными. Например, жилищно-коммунальная инфраструктура изношена на 85%. Местные жители жалуются на перебои с подачей воды и отключения света. Если есть такие деньги, вокруг себя вы их должны видеть. А как иначе? И я должен какие-то изменения был видеть. У коллеги же не может быть оставаться тем, кто район все той же, к нему тараканью, в конечном счете. Должна быть стратегия развития района. Если она у вас есть, тогда она у вас не живая, а формальная. В этом алгоритме развития района должны быть проблемы, обозначенные с точки зрения приоритетности. Тогда нужно было еще два года назад сказать, не вот это, не это, а вот дайте сперва вот на это, на это, на это, и проектами подтвердить. Собрались с депутатами и приоритеты расставили. И все, и вышли на край реальной программы развития района, где у вас по приоритетам стоит, какие деньги, сколько и на сколько вам необходимо. Упор в развитии района Венимин Кондратьев посоветовал сделать на основных отраслях – промышленности, туризме и виноделии. При этом не стоит забывать о решении проблем в сфере ЖКХ, ведь от состояния сетей зависит не только комфортная жизнь людей, но и перспективы той же туристической отрасли, развитие которой в Тимрюкском районе во многом зависит от качества инфраструктуры. Александр Иванченко, Мария Крошина, Ирина Касабова, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань, 24, Тимрюкский район. Любые чрезвычайные ситуации можно предотвратить. Глава города провел совещание с главами районов и представителями дорожных служб. Речь шла об их подготовке на случай больших снегопадов. Расскажет Елена Всецына. Снег на побережье никогда зимой долго не лежит. Тем не менее, даже в те 2-3 дня, когда он идет с Залпово, жизнь курорта резко осложняется. Во-первых, потому что суч – горная местность. Во-вторых, очень много снега может выпасть буквально в считанные часы. И тут необходима слаженная работа всех районах администрации, координирующих эту деятельность – дорожников и полиции. Важно, чтобы как только появится первое хлопье снега, на дороге вышла специальная техника. Она должна работать в первую очередь на подъездах к социально значимым объектам, к поликлиникам, больницам, школам и детским садам. В режиме часа продумать, сколько времени уходит к ЭДМке, то есть все понять. Первый час эта машина здесь убирает, потом эта машина здесь убирает, здесь убирает и так дальше. Вот такой должен быть алгоритм, он должен понять, лучше если будет снег. Нас пугают, скажу честно, что в этом году будет достаточно тяжелая зима, снежная зима, и к этому надо быть готовым. Но одно дело – город, другое – Красная поляна. Там и температура воздуха ниже, и снега больше. А как известно, зимой к нам приезжает огромное количество лыжников и сноубордистов. И подходы, и подъезды к горнолыжным курортам должны быть почищены. Сегодня наличие снегоуборочной техники и в целом подготовку дорожных служб проверит Управление гражданской обороны и защита населения администрации Сочи. Глава города отметил, в период снегопада сотрудники ГАИ должны вовремя выставлять свои посты для контроля движения транспорта, например, на Мамайском перевале, чтобы из-за снежных заторов не образовывались на федеральных трассах огромные пробки. Кроме того, необходимо контролировать парковку машин. В преддверии большого снегопада автомобили на проезжей части оставлять категорически нельзя, что они будут эвакуированы. Это будет ЧАЭС. В рамках ЧАЭС мы имеем право производить все действия. На совещании было отмечено, что только при совместной работе городских служб и полиции можно избежать непредвиденных ситуаций во время снежной стихии. Глава города распорядился проверить, есть ли у районных администраций договоры на уборку снега с соответствующими фирмами, а также проконтролировать наличие песчано-соляной смеси. Кроме того, нужно постоянно напоминать сочинским водителям о необходимости сменить летнюю резину на зимнюю, вплоть до размещения этой информации на информационных табло вдоль дорог. На курорте появится исторический маршрут. Несколько десятков достопримечательностей, среди которых и памятники, и целые здания, объединят в одну пешеходную сеть. По какому принципу выбирали объекты исторического и культурного наследия, как будет организован маршрут и что необходимо учесть до его открытия. Одним из первых к историческим объектам прошел глава города Анатолий Пахомов. Окунуться в историю курорта с момента строительства новогинского укрепления и до расцвета здравницы середины прошлого века. Оказывается, многие горожане, не только туристы, проходят мимо знакового объекта и даже не замечают его. Теперь те, кто хочет открыть для себя историю Сочи, могут прогуляться новым маршрутом по старым улицам города. Вообще улицу Орджоникидзе часто называют культурной осью города, где сосредоточено большое количество духовных объектов, объектов культуры, объектов просвещения. И они постоянно, эти объекты, пополняются. А начинается исторический маршрут от лестницы, ведущей к форту Александрия. Ныне там арт-галерея и этнографический сквер с древними укреплениями. Историческое ядро города, как говорят эксперты. Отсюда путь лежит еще к трем десяткам архитектурных, культурных, градостроительных памятников. Таким, кстати, является здание горсобрания, а когда-то кинотеатр «Стерео». После реставрации здесь есть, что рассмотреть посетителям, и можно с гордостью показать туристам. Предложение главы города – воспользоваться опытом Вашингтона, Берлина и открыть парламент для экскурсионных групп. Все ведут, показывают здание, городское собрание. Ну, будем говорить так. Это интересно, люди. И мы нам интересны. Небольшое здание в стиле модерн – санаторий Мариса Тореза. Памятник Пушка и Якорь, библиотека Пушкина. Вообще, Приморская верхняя набережная помнит немало известных людей, купцов первой гильдии, дворянства, осваивавших побережье. Их летние резиденции располагались неподалеку. Один из знаковых исторических объектов – дом первого врача Сочи Аркадия Гордона – сохранился до наших дней. А ко дню города здесь установят памятник доктору. Правда, пока мешает другой объект – торговый. Ни к селу, ни к городу здесь стоять. Я бы, например, возмущался. Памятник истории. Это и калитет, и архитектурный особняк. И вдруг киоск кто-то поставил. Убрать ларек и открыть обзор на памятник городостроительства рубежа 19-20 века – задача, решить которую предстоит за несколько дней. Я думаю, что у каждого из предпринимателей, которые когда-то выставили свои объекты, появится чувство патриотизма, к любви к городу. И они поймут, что надо уступить это историческому объекту, арт-объекту, а не киоску по продаже безалкогольных напитков. По словам Анатолия Пахомова, к тем 35 объектам, которые внесены в исторический маршрут, будут добавляться другие, в том числе арт-объекты. Узнавать историю каждого можно будет не только по указателям. Их установят по пути следования. Возможно, информация будет зашифрована в QR-коде. Тогда вместо экскурсовода нужно будет взять с собой в путь лишь смартфон. Инга Габеши, телекомпания ФКТ. Органы внутренних дел отмечают 100-летие. 10 ноября сотрудники УВД отмечают свой профессиональный праздник. И сегодня полицейские всех подразделений продемонстрировали свою строевую подготовку, выучку и возможности спецтехники на праздничном параде. Расскажет Татьяна Говоркова. Площадь у Зимнего театра на несколько часов перекрыли для движения обычного транспорта. На дороге выстроились в ряд патрульные машины и мотоциклы ДПС, действующая бронетехника и пожарная техника прошлых времен. Ведь ранее эта служба входила в состав МВД. Началась история сочинской полиции еще в дореволюционное время. Спустя столетия стражи порядка также честно несут свою службу, обеспечивая безопасность горожан. Наши правоохранители добились больших успехов. Наш город поистине считается безопасным городом. Это труд многих и многих сотрудников правоохранительных органов. И в первую очередь это, конечно, полиции. И наш город достаточно сложный, потому как у нас проводится огромное количество событийных мероприятий. И наши органы правопорядка с этим справляются достойно. Мэрия оказывает сотрудникам УВД всяческую поддержку, в том числе и по улучшению быта стражи порядка. Ежегодно им предоставляют квартиры. В этом году ключи от жилья получили пять человек. Такой подарок крайне необходим, ведь сотрудники органов УВД всегда на посту и даже в свой профессиональный праздник. В парадной форме и со строгой выправкой полицейские сегодня принимали поздравления от руководства и мэра города. Почетные грамоты за многолетний труд и безупречную работу получили более 500 сотрудников каждого из подразделений. Лучшие были отмечены знаками почета и медалями. В торжественной обстановке поздравили, конечно же, наших дорогих ветеранов, которые и сегодня принимают активное участие не только в патриотическом воспитании молодежи, но также помогают раскрывать преступления, задерживать преступников, расследовать самые сложные уголовные дела. Также сегодня был отмечен участковый Владимир Новиков. Это наш герой, который в этом году, в начале года, в свой выходной день, проявив героизм, спас целую семью из пожара. Самой зрелищной частью сегодня стал парад. В нем приняли участие военные внутренних войск и полицейские. Колонны по площади проехала патрульная и спецтехника. А бойцы ОМОН провели традиционные показательные выступления. Свои навыки сегодня показали и четырехлапые сотрудники. Импровизированного преступника задерживала четырехлетняя собака по кличке Рокси. Служит она два года и хорошо себя зарекомендовала, как верный и умный напарник. Мы были на Олимпиаде, на Формуле, СИФА. Все эти мероприятия мы обслуживали. Ну а по профессии, это не я выбрал профессию, а профессия выбрала меня. Функции всех сотрудников органов внутренних дел важны, ведь без их работы сложно было бы представить спокойную обстановку в городе и в стране в целом. Что касается Сочи, то в этом году было раскрыто более трех тысяч преступлений, из них свыше 900 тяжких, 20 убийств, и все они раскрыты. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Ориентироваться в сочинском аэропорту станет проще. Городской информационный сервис «Два ГИС» добавил в перечень своих карт и схему этажей аэровокзального комплекса. Теперь пассажирам стали доступны подробные поэтажные планы аэропорта. На карту нанесены все полезные сервисы. От расположения стоек регистрации, мест упаковки багажа, до пунктов паспортного, таможенного контроля и выходов на посадку. Карты «Два ГИС» подскажут, где в здании аэропорта можно перекусить, подзарядить телефон или ноутбук, снять наличные, купить сувениры и деликатесы, арендовать авто. Сервис сообщит справочную информацию о расположении времени работы и другие необходимые сведения о 87 организациях, работающих в аэропорту. Объекты отмечены на карте легко узнаваемыми иконками. На данный момент поэтажные карты аэропорта Сочи доступны в мобильных версиях «Два ГИС» для Android и iPhone, а также онлайн на сайте «Два ГИС». Военный комиссариат Сочи направит в войска Южного военного округа более 400 новобранцев в рамках осеннего призыва. Сочинские призывники распределены по всем родам и видам Вооруженных сил России. Ракетные войска стратегического назначения ВДВ, военно-космические силы и военно-морской флот. Более 70% новобранцев будут проходить военную службу в Южном военном округе. Около 20 человек отправятся в войска Нацгвардии, а порядка 10 призывников поступят на службу в ФСО и президентский полк. Полсотни человек получили специальность водитель в Лазаревской автошколе ДСААФ. Молодое пополнение, помимо военной формы одежды по сезону и продовольственного пайка, получат именную банковскую карточку, на которую каждому призывнику в течение всей военной службы будет причисляться положенное денежное довольствие. Первая группа сочинских новобранцев была отправлена 20 октября. Последняя торжественная отправка осеннего призыва состоится 15 декабря. 11 ноября – профессиональный праздник всех врачей-офтальмологов, специалистов, которые возвращают зрение. Статистика указывает на то, что около 80% случаев слепоты можно было бы избежать, если бы пациенты вовремя получили необходимую терапию. В Сочи только в прошлом году в офтальмологическом отделении 4-й горбольницы было проведено порядка 3000 хирургических вмешательств. И сегодня местные специалисты провели несколько операций. За ходом одной из них наблюдала наша съемочная группа. Самая частая операция в сочинском отделении офтальмологии – по удалению катаракты. Проще говоря, мутного хрусталика, который нарушает физиологическое прохождение лучей света. Отсюда и плохое зрение. Сегодня ясный взгляд. Врачи вернули сочинке Наталье Капш. Еще утром она не могла видеть своего собеседника. После замены хрусталика на искусственную интраокулярную линзу, то есть пациенту поставили имплант, зрение вернется и очки Наталье Ивановне уже не понадобятся. Сама операция выполняется под местной анестезией, занимает не более 15 минут. Операция выполняется под местной анестезией. Эта операция выполняется с помощью ультразвука. Это машина, которая этот звук генерирует. Искусственный хрусталик, который мы имплантируем, он мягкий, имплантируется через разрез в 2 мм. Вот таким образом он выглядит. Это искусственная интраокулярная линза, искусственный хрусталик так называемый. Операция прошла успешно. Новый прозрачный хрусталик на месте, и пациент отправляется в палату. Послеоперационный период достаточно небольшой. Уже завтра Наталья Ивановна будет дома. Вот прошло 10 минут после операции, но я никаких ощущений неприятных я не испытываю совершенно. Можно встать, ходить. Просто единственное, что нужно полежать немножко. Впечатления неожиданные, потому что настолько это все легко и быстро. Внимание и отношения. Я очень довольна. И от персонала среднего, и от докторов. Из 3000 операций, проведенных в прошлом году, 1500 по удалению катаракты. Но возможностей здесь намного больше. В офтальмологическом отделении 4-й горбольницы самая современная техника. Скоро появится новая, которая позволит охватить один из наиболее сложных разделов микрохирургии глаза. Витриоретинальную хирургию. Операцию на заднем отрезке глаза. К сожалению, сейчас катаракта молодеет. Самый молодой пациент, прооперированный конкретно в этом отделении, 37 лет. Никто не застрахован. Ряд аппаратуры к нам должна прийти, в том числе и в будущем году. Это хирургия сетчатки, витриоретинальная хирургия. Но все необходимые операции на переднем отрезке глазного яблока мы можем выполнять на сегодняшний день в нашем отделении в полном объеме. Оперируют офтальмологи четверки 5 дней в неделю. Выходной на этой неделе оказался для них еще и праздничным. Календарь порадовал. День офтальмолога выпал на субботу. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. От возраста до жития к возрасту счастья. В Сочи уже в третий раз пройдет слет народных университетов. Вообще, за последние 100 лет слет народных университетов проводился всего дважды. Ну а с позапрошлого года это мероприятие санаторий знания решил сделать ежегодным. А все потому, что тема крайне важная. Вопрос повышения качества жизни людей старшего возраста. Как их вовлечь в активную жизнь? Как использовать богатый жизненный опыт в решении в том числе важных государственных задач? Будут рассуждать на лекциях, заседаниях круглых столов и мастер-классах на базе санатория знания в течение четырех дней. Этот форум рассчитан для старшего поколения и структур, которые работают со старшим поколением. Чтобы жизнь после 50-ти стала ярче, интереснее и по-настоящему возрастом счастья. Мы приглашаем всех желающих принять участие в нашем форуме, который состоится с 15 по 18 ноября на базе санатория знания. Участие в форуме примут более 300 человек. Это просветительские учреждения, общественные организации, волонтеры. Приглашено и много сочинцев старшего возраста. К бесплатному участию приглашаются все желающие. Телефон 269-4003. Сайт народ-юниверс.ру Мурат Гассиев встретился с сочинскими боксерами. Чемпиона мира в первом тяжелом весе по просьбе главы курорта Анатолия Пахомова пригласила осетинская диаспора. В Сочи именитый российский боксер приехал спустя две недели после последнего боя. Мурата Гассиева пригласил председатель городского осетинского общества Аланья Анатолий Маргиев. Он стал инициатором встречи воспитанников сочинской детско-юношеской спортшколы Олимпийского резерва по боксу с титулованным чемпионом. Мурат Гассиев часто встречается с начинающими спортсменами и дает мастер-классы, ведь в юности у него тоже были кумиры. Когда я был маленький, я знал только Мухаммеда Ли и Тайсона, но я их видел только по телевизору. Они находились в другой стране и просто нереально было их увидеть. И всегда мечтал просто хотя бы прикоснуться к ним. А вот сочинским боксерам повезло. Они пообщались с чемпионом мира, взяли автографы, сфотографировались. А некоторые даже вышли с Гассиевым на ринг. Не драться, конечно. На несколько минут почувствовать себя учеником именитого боксера, получить необходимый опыт и узнать некоторые правила ударов. В бою ты никогда не делаешь 20 раз сюда, 20 ударов. В бою ты делаешь левый, левый, правый, левый, правый, левый сбоку. Раз, два, три удара максимум. Такие встречи необходимы юным спортсменам, ведь они мотивируют их к достижению результатов. В Сочи для занятий боксом созданы все условия. Открыты несколько десятков спортзалов. Кроме того, в этот профессиональный спорт могут включиться и любители. У сочинцев есть возможность пройти отборочный тур на чемпионат мира. Он состоится в 2019 году. Для нас бокс очень важен. Мы его сейчас будем развивать еще больше. Уже 1400 детей у нас занимается в городе Сочи боксом. В каждом сельском округе есть отделение по боксу. Тренерский состав очень сильный. У нас все мастера спорта международного класса есть мастера спорта. Есть у нас и чемпионы мира. И поэтому, конечно же, такие встречи для нас очень важны. Сам же Мурат Гасиев сейчас готовится к объединительному бою за два пояса IBF в первом тяжелом весе. Подтверждать свое звание сильнейшего боксера он будет в поединке с кубинцем. Бой состоится 20 января в Майами. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Ну и на этом наш выпуск подходит к концу. Я напоминаю, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok